Всем привет! Привет-привет! Сегодня у нас так необычно начинается видео, а все это специально выдумано, потому что у нас погода сегодня такая, что пошел снег. Унылая пора, чье очарование, приятно мне твоя, прощальная карта. Снег не первый, в принципе он уже падал, и этот растает скорее всего. Ну просто, когда падает снег, такое настроение классное, позитивное, поэтому мы хотели ролик сегодняшний начать именно с этого момента. Ну вообще сегодня 23-24 октября, и сегодня ровно 5 месяцев и один день, как мы перешли на здоровое питание, да, отказаться с мяса. Какие у нас результаты, что нового и интересного, мы уже расскажем в тепле, а пока вас не даем вот эти прекрасные зимние моменты. И большой-большой привет от нас! Мы находимся почти в лесу, вот ходим, гуляем, лыжи забыли взять, конечно. Вот, а вообще вот снег лежит прям. Вот он, вот он. Так что выходите, выходите на улицу, не сидите дома, гулять надо, гулять. Вот мы и перебрались в теплое место, в уютное кафе, недалеко от нашего дома. Решили перекусить немножко, заказали салат чука. Ну, так как мы еще не сыроеды, мы балуем себя, мы балуем себя иногда вот такими штучками, гуляшками. Вот, поэтому зашли немного перекусить, согреться после такого прогулочного снегопада. А я хочу сказать о том, что сейчас вкус продукта, он совершенно другой, нежели раньше. Вот раньше вот эту чоку я вообще, я не понимала, ну, вкус реально. Сейчас, вот мы с Женей, он не даст мне соврать. Первый раз, когда мы здесь ее поели, ну, когда это было? Буквально недели. Да, недавно, да. Это просто обожать свой вкус. На самом деле, очень вкусный салат. Водоросли вот эти вот, вакамо, да? Нет, это соус. Или водоросли. Ну, не важно. Короче, когда вот эти водоросли, они просто обалденские. Видимо, еще шеф-повар этого кафе тоже профессионал, поэтому реально очень все смешно. Вкус меняется, когда вы переходите на правильное питание, меняется ваш вкус. Да, я тоже раньше не воспринимал это как еду, такие вот водоросли. Для меня это было немного дико. На сегодняшний день это мое, вернее, ну, одно из моих любимых блюд, вот, как и многие другие новые, которые появляются, открываются для нас новыми вкусами, не знаю, свойствами, своими полезностями, там. То есть, вот. Кстати говоря, еще тоже добавлю немножко, да, помимо того, что меняется вкус, обустряется и обоняние. Да, запахи становятся более четкими. То есть, то, что раньше я воспринимала парфюм, нормально себя воспринимала, сейчас слишком сильно для меня. Собачий нюх появился, в общем. А нюх как бы собака, типа, о, какой рвак. Такое классное. Хочу показать следующее блюдо, которое мы заказали, это вот паста по-вегетариански. И вот Нелли себе еще заказала морепродукты. Я сегодня впервые пробую это блюдо. Это морепродукты в кокосовом молоке. Молочка мы не пьем, не употребляем, но кокосовое молоко можно попробовать. Во-первых, посмотрите, как это выглядит шикарно. Реально очень круто. А на вкус это просто волшебное. Вот, кстати, мы ездили в Таиланд отдыхать. И вот сейчас, попробовав это блюдо, напомнила прям вообще Таиланд, потому что специи, походу, ну, используются такие же, да, какие-то одинаковые. Специи и кокосовое молоко, вкус кокосового. Ну, такой вкус необычный, конечно. Очень вкусный. Так что вот, приятного аппетита нам. Снимаем дальше. Вот мы перебрались домой. Такой третий этап съемок у нас, да? Посидели хорошо, так поужинали. Ну, такое настроение хорошее, зимнее такое, предновогоднее даже, какое-то. Ну, да, такая тайна какая-то. Погода играет все равно определенную роль в настроении, да. Кто бы, кто-то может говорить, что снег это плохо, холодно там, да. Вот для нас, в принципе, любая погода, она играет какую-то определенную роль. Именно вот в хорошем плане. То есть, любой погоде мы радуемся. У природы нет плохой погоды. Да, песня такая есть. Вот. Ну и перейдем, наверное, к главной цели нашего видео. Да. Начнем рассказ, что у нас изменилось, что у нас появилось, что мы можем, в принципе, сказать, да, нового, интересного. 5 месяцев, 5 месяцев ровно мы без мяса. На сегодняшний день, опять повторюсь, мы не едим мясо, мы не едим яйца, молочные продукты, да. Курицу. Курицу, хлеб. Это основное. Дрожжевой. Да, это основное, что мы не едим. Вот. Периодически у нас есть меню рыба, как вы уже видели сегодня. Рыба, морепродукты, да, периодически. Ну, пока мы от них не отказались, потому что, ну, сложновато, да, достаточно от них отказаться, но и цели пока такой прям конкретной не стоит. Это, я заметил, это постепенно идёт, то есть нету прямого такого отказа, там, вот всё, я не буду это есть. Это, к этому мы идём постепенно, потихоньку, потому что мы даже, когда отказались от мяса, мы не думали, что мы откажемся от всего, от того, что мы уже сейчас не едим, да, это постепенно подошло к нам. Да и организм как-то, он настолько становится умным, или мы просто учимся, видимо, слышать и слушать сами себя, что, когда отпадает необходимость в том или ином продукте, перестаёт хотеться его, правда? То есть, отказавшись от мяса, мы не вспоминали, что мы хотим мясо. Яйца, да, и молочка то же самое. Единственное, что у Жени пристрастие к сырам было. Ну, так я и от хлеба не мог отказаться. Да, вот. Сложно было. К хлебу, к сырам. На сегодняшний день я сажусь за стол, даже не думаю о том, чтобы здесь был кусочек хлеба. Я вообще забыл об этом. Ну, просто даже не думаю. Я сам поражаюсь. Ну, реально, вот, к тому, как всё это происходит. Вот. Недавно мы в своих видео говорили, что мы периодически стали водить день сыроеда, да? И на сегодняшний день я могу сказать, что у нас такой день уже, он не один неделю, бывает, что два-три дня подряд мы можем питаться, именно как сыроеды. Ну, мы кушаем смузи. Мы купили недавно... Супер-блендер. Супер-блендер. Ну, это для нас он супер, так-то он обычный. Ну, обычный блендер, да. Просто у нас был погружной, вот, погружной он оказался неудобным. Вот, мы взяли именно такой стакан на полтора литра вроде, да? Два. А, два литра даже, да. И моментально, за секунды, готовятся очень вкусные смузи. Замельчается все. Для меня на сегодняшний день это самое вкусное блюдо. Блюдо или как я не знаю? Ну, еда, да. Ну, еда, да. То есть, бананчики, яблочки, морковочка, спинатик там. Нелли все постоянно меняет. Утром, днем там разное, завтра другое. То есть, вот так вот периодически все меняется. Я прям, я не знаю, я выпиваю такой довольный вообще. Это, во-первых, очень вкусно, во-вторых, питательно. Вот этих полезно. И вот после такой еды, выпив стакан полтора, ты встаешь, и нету никакой тяжести в желудке. То есть, ты готов все, там, продолжать действовать, там, идти, там, гулять, шевелиться, двигаться. Нету никакого булыжника, там, в животе, после которого куда поваляться, там, ах, так выдохнуть, так. Все, во, классно, вот, реально классно. Но тоже надо быть готовым к тому, что ты выпив стакан полтора-два, насытившись очень хорошо, но через полтора-два часа ты снова хочешь кушать, и причем хочешь кушать довольно-таки сильно, прям, как голодный зверь. Ну, нормально, у нас в машине всегда лежат орешки, то есть мы раз, орешками нормально, там, закинулись. Орешки у нас наперекусы, как правило, и вечером, да, мы вот, ну, тоже кушаем орешки. Вот, а так у нас основной рацион все-таки, это фрукты, овощи. Все же это самая основа нашего питания сейчас. Да, варенки стало у нас поменьше, но тем не менее все равно. Есть, да, и пока тоже, как бы, нету такого прям, все, перец резко там не есть. То есть постепенно мы все равно, у нас есть результаты, у нас есть именно продвижение в этом плане. Вот. И вот, что ты еще хотел сказать? Ладно, продолжай. Я расскажу о себе. Сейчас я смело могу уже озвучивать те страшные цифры моего веса. Итак, значит, в последние годы, в последние несколько лет мой средний вес составлял, люди, не падайте в оборот, только, пожалуйста. Ну, хватит. То есть худышкой я не была, да? Я говорю пышечка. Так вот, я не пышечка. На суть, ой, ой. Последние несколько лет мой вес составлял 74-76 килограмм, да, вот, то есть, в среднем. То есть он всегда прыгал, там, плюс-минус 2 килограмма, у меня набрать, потерять, это вообще очень легко было. Так вот, значит, к родам, ближе я набрала до 79 вес, да, то есть перед тем, как мне забеременеть, я весила 79 килограмм. Такая пышка точно. Сейчас мой вес составляет 68 килограмм. Вы знаете, а... Перестань, покажись. Ну, давайте, я покажусь. Мы на кровати, правда, сидим, ну, пожалуйста, разрешаем тебе. Значит, вот я так сейчас поправлюсь. Вот такая я сейчас. Такая я профиль. Сзади. Вот, то есть, вот это я. Да, ну, на фотографиях, на самом деле, в соцсетях можно увидеть, в разных обличиях, ракурсах. В общем, показалось, не знаю, кто как на это отреагирует, кто меня знает, увидит, и все замечают, что я похудела, я сама это замечаю. И цель моя, цель перехода на правильное питание для меня была не похудеть. Я вообще, на самом деле, в тот момент, когда мы отказались от нас, даже не думала о том, чтобы... Это, на самом деле, следствие правильного питания, правильно? Да, это так и есть. Это так и есть. Потому что самое важное для меня лично, как для кормящей мамы, это оздоровление. Да, мне очень важно, чтобы у меня ребенок был здоровый. Поэтому я тоже должна быть здоровой. Да, поэтому то, что мы едим, это... Будь здоровым, это надо освободиться от шлаков сначала. Конечно. Ну да, так и есть. Которые копятся у нас долгие года. Ну ты меня перебил. Ну я как всегда. Что ты там рассказываешь? Так вот, вес ушел лишний. Я думаю, что он еще будет уходить, потому что я не собираюсь возвращаться к прежней еде. Я хочу сказать о плюсах, какие сейчас на сегодняшний день произошли у меня, да, со мной. Появилась легкость, реально. Я проще сгибаюсь, разгибаюсь. Я не могу сказать, что я была вся в жирных складках. Нет, такого не было, да. Но тем не менее, все равно вот эти вот нагибательные, да, вот эти движения, они даются гораздо проще. Меньше чувство усталости. Вот я говорю, все, наверное, молодые мамочки, только что родившие женщины, они понимают, как вот эта вот вселенская тяжесть, которая вот первые дни, особенно после родов, ты все время уставшая как будто. У меня сейчас этого нет. Даньке три месяца, скоро четыре. У меня это прошло уже. То есть, вот этот процесс восстановления, он, ну, моментальный, я считаю. То есть, если сравнивать с моей предыдущей беременностью, да, вот с первой, с водишкой, и то, что сейчас вообще небо и земля. Вот. Что еще? Ну, организм реально стал работать как часики. Очищается вообще великолепно. Из минусов. Из минусов, я тоже скажу, чисто косметический такой дефект, какой-то у меня появился, проблемы такие с кожей, да, то есть кожа все-таки, она стала более дрябой. Что, в принципе, тоже объяснимо, да, и я к этому готова. Это в связи с тем происходит, что, во-первых, резкий все-таки сброс веса, да, то есть меньше, резко стало меньше весить. А во-вторых, все-таки, мы жиров стали употреблять меньше, да, все равно это достаточно, сильно сказывается. Но все это пройдет со временем. Более того, мы сейчас делаем массажи на лицо, да? Да, я тоже делаю. С кедровым маслом, то есть у нас классная маска есть, кедровая, вот, мы делаем с ней кожа потянет. Кому, может, нужна маска, обращайтесь. Да, обращайтесь, расскажу, подскажу. Даже есть видео, как правильно делать массаж. Вот, и вторая проблема, это у меня, во всяком случае, сейчас, да, проблема выпадения волос. То есть волосы, в принципе, всегда с лета на осень, с осени на зиму сильнее выпадывают. Вот, и сейчас у меня то же самое. Я тоже это объясняю. Организм обновляется. Ну, или просто змея по знаку гороскопа. По знаку зодиака. Да. По гороскопу. Скидывает скурку. Не, ну, я не боюсь говорить, вот, я люблю как плюсы, так и минусы, потому что люди все равно с этим сталкиваются, чтобы не было для кого-то шоком, я не знаю, каким-то ударом. Но я морально ко всему готова, потому что плюсы, они все равно перевешивают минусы. То есть, вот эти, для меня это действительно мелочь. То есть, это не настолько вот прямо страшно. А почему? А потому что я знаю, что сейчас я могу делать масочки из ржаной муки. То есть, ржаную муку разводишь с тепленькой водичкой до состояния сметаны и наносишь на волосы. Волосы вот такие становятся. Вот когда у меня вот такие волосы станут, по моим меркам, я вам расскажу обязательно. Да вот к этому что еще можно добавить? Ты вот говоришь маски, да? То есть, прошло 5 месяцев, сколько мы материала перелопатили, связанного с сыроедением, да, вегетарианством и всем, с чем это все связано. И на сегодняшний день мы продолжаем изучать все эти материалы. То есть, мы находим много интересного и нового. и вот, блин, как-то вот все идет и идет и идет вот так вот. И узнаешь много интересного. Мы тут зашли в один магазинчик, называется Родное, да, и там продаются такие товары какого направления, как правильно сказать? То есть, мед, там, зеленая грелечка, натуральные продукты. И вот с продавцом стали общаться и в процессе общения мы поняли, что она сыроед. Сыроед уже не один год. Четыре года, по-моему, у нее Сташа наговорила. И так Нелли стояла такая довольная. Ой, мне так радостно было. Нашли общую тему, давай разговаривать с ней. Ну, прикольно. То есть, вот как бы начинаешь понимать, что мы не одни такие, да. Ну, это понятно, как бы просто когда начинаешь видеть вот в посторонних, просто случайно таких людей как-то становится приятно. Радостно становится. Правда, что-то родное такое. Да, еще к этому хочу что-то добавить. Среди наших знакомых смотря на нас появляются новые люди, которые пересмотрели свое питание и на сегодняшний день они уже отказались от мяса. То есть, от этого нам становится еще более приятнее. Причем, ну, это... Потому что наш опыт, он как-то сподвиг людей задуматься на самом деле о своем здоровье тоже. Да, хотя вот мы никого не заставляли, не агитировали. А хочется кричать. А хочется, да, этого делать. И с другой стороны, а почему бы это не делать? Потому что, ну, мы же не хотим там желать кому-то там чего-то плохого. Мы реально хотим, чтобы человечество оздоровлялось, да, род, там, я не знаю, русский, там, российский, там, как правильно сказать? Ну, чтобы нация крепла, нация, да, оздоровливалась, так сказать. Вот. Ну, и просто даже семейный род. Вот семья Кочетковых, смотрите, проживет вот наша пара только больше 100 лет. Конечно. Сколько у нас еще детишек, внуков будет там, да? Почему? Потому что мы выбрали правильный образ жизни, правильный образ питания, да, здоровый образ жизни. Вот. Вот таким образом. И вот на сегодняшний день я вот тоже тут недавно думал, нифига себе, пять месяцев, пять месяцев мы уже как, мы перешли на правильное питание. То есть, вроде подумают, ну, что там пять месяцев? С другой стороны, так это такая уже дата, ну, и срок такой немаленький. Да и даже дело может не в сроке, а именно в том, что мы совершили. Потому что нам больше 30 лет, да, и вот представляете, ну, там до 6 лет мы может ничего не понимали, не сознавали, да, но после там, ну, в общем, лет 25 нам в голову вбивали по телевизору, СМИ, родители, друзья, учителя, знакомые, мясо, там белок, кальций, там молоко, ой, молоко, творог, там кальций, да, то есть, все это полезно, все это необходимо и нужно для нашего организма. и в один прекрасный момент мы все вот это перечеркнули для себя и выбрали другое питание. Смогли переосмыслить и понять, выбрать для себя важное для нас это личное достижение, причем такое оно громадное и большое, вот если задуматься, блин, мы таких вещей в жизни мало совершаем, реально вот такого размера, ну, достижения, такого масштаба, такого масштаба, да, и я вот начинаю понимать, что нам-то еще пока не на чем останавливаться, то есть, ну, наша цель, она гораздо дальше и идя вот потихоньку, преодолевая определенные этапы, блин, получаешь такое удовольствие нереально, классное. И вот эти видео записывать, ну, на сегодняшний день становится все интереснее и интереснее, хотя они у нас чуть пореже вроде стали, вот, и появляется много друзей, знакомых, обновляется круг, общение, у нас на сегодняшний день очень много друзей-сыроедов, эти друзья все в сети, вот, вживую, у нас их единицы, конечно, прямо с кем мы лично общаемся, но в сетях интернета у нас таких друзей-сыроедов, веганах, бегетарианцев стало большое количество, мы переписываемся, мы общаемся, обмениваемся опытом, информацией, это на самом деле очень классно и интересно. Ну, а в дальнейшем мы планируем тоже выбираться на так называемые, я даже не знаю, как правильно сказать, но встречи, встречи, да, мероприятия, то есть уикенды там, сыроеды, вегетарианцы, они проводят такие встречи, да, тематические, то есть на которых либо занимаются йогой, то есть, это очень интересно, кстати, вот йога одна из наших, да, наверное, возможно, мы это освоим в недалеком будущем. Меня очень притягивает, да, вот это вот занятие, потому что понимаю, что человек, вообще человек, он комфортный, живется в гармонии с самим собой, а йога это как раз один из инструментов достижения гармонии, ну, на мой взгляд. Это что-то новое будет для нас. Для нас, для нас, да, для кого-то, может быть, это уже... Если это будет, то вы и увидите, все равно. да, мы будем обязательно рассказывать, может быть, и показывать. Вот, ну, что еще рассказать-то? Давай, ну, плюсы-минусы, я, может, скажу, может, у меня что-то есть, сейчас я вспомню, но по весу, что хочу сказать, вес у меня держится на сегодняшний день 72 килограмма, то есть, до перехода я весил примерно 81. Вот, внешне я, не сказать, чтобы я сильно изменился, вот, что я хотел, чтобы у меня пропало, это живот. Вот, ну, я вроде худенький, такой стройненький, но у меня был живот. Там, все равно это, я питался фастфудами, там, макдональдсами, всякой ерундой, вот этой, плюс там пиво и все остальное. И вот у меня был такой животик, там дыхание, отдыхай, но у меня все равно какой-то был. На сегодняшний день у меня все прямо ровно, это мне очень радует. У меня здесь вот еще кто-то подбородочек, щечки были, на сегодняшний день у меня их тоже уже нету, все впало отлично то есть но это внешне как бы в общем это мне нравится вот по поводу легкости нелли уже говорила она мне тоже присутствует классно то есть можно отжаться можно пробежаться и нету никакой отдышки усталости такой сила она откуда-то берется именно такая вот как дополнительная к это вот по поводу питание блин мне нравится питаться как так как я сегодня питаюсь ну конечно это благодаря нелечке вот из всех минусов что я могу сказать это все-таки переход время года в общем или как все было летом как много фруктов продуктов как это все доступно на сегодняшний день это уже ощущается то есть на дворе осень да это уже ощущается не представляю что зимой будут как бы там цены они уже идут вверх качество уже страдает мы заходили магазин там смотрели там где какие в общем качестве уже это дефекты да где на на этим навозкам намазаны там уже везут там за границей там я не знаю в общем такие фрукты конечно мы не употребляем но и не хочется их есть такие вот и страшно зато сейчас уже начали практиковать морковочку да ну да мы потихоньку вводим больше овощей то есть у нас было больше фруктов здесь произрастают наши эти овощи добавляем овощи вот да потом ну опять же это минусом наверно не назовешь это я уж так говорю потом что еще хочу сказать то что через два часа есть снова хочется да действительно смузик выпьешь все классно наедаешься но дня через два часа через два начинается чувство голода надо всегда с собой иметь или бананчик или яблочко или орешки орешки все классно это но опять же говорят это первое время потом постепенно это чувство голода она будет отдаляться сходят на нет и потом праноеды вообще не 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 как бы неизвестно будем ли вообще ну что еще добавить жизнь прекрасно хоть за окном и снег ветер вьюга у нас вообще страшно хоть и количество фруктов существенно снизилась до исчезла так сказать прилавков наших магазинов все равно в душе у нас счастье и радости любовь мы любим жить мы любим жизнь мы любим людей которые нас окружают поэтому мы всегда так сказать всегда на позитивной волне чего желаем конечно же и вам вон наши детки собрались тут сейчас пока здравствуйте наш старшенький вот наш младшенький собрались всей семьей вот такая семья кочетковых на сегодняшний день вегетарианцы вот данька у нас надеемся вырастет не пробуя ни кусочка мяса вадимчик у нас вадим у нас с рождения оказался самым только есть только ел конечно кубасу сосиски а так вообще мясо на сегодняшний день вообще не есть молодец на вот данька у нас вот такой вот толстячок кабанчик посмотри туда хоть подмигни глазу он вас видит помашите ему рукой вот но и на этом наверное будем видео свое заканчивать кстати 1 ноября будет всемирный международный день вегана вегана поздравляем всех веганов с праздником вот частично этот праздник конечно касается и нас вот ну пока еще не совсем частично ну ладно всем успехов крепкого здоровья будьте здоровы и счастливы и любимы ну и хороших людей вам кстати все вот новые рецепты не новые вообще все рецепты блюда какие-то которые делает неля мы постоянно выкладываем в инстаграм то есть если вы есть инстаграм добавляйтесь там все рецептики есть фотографии вот ну и в социальных сетях в контакте в одноклассниках евгений кочетков неля кочеткова но и канал youtube подписывайтесь ставьте лайки до новых встреч всем пока счастья пока что гречка 90 вкусная штука так бритный подсчет он 1360 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok